Доброе-доброе-доброе-доброе ночи всем дорогие друзья! У микрофона друг, это студия Грегам ТВ и продолжаем второй день плей-офф уже интернешнл. Групповые давным-давно прошли. Тогда я еще так сильно не хотел спать. Тогда еще все мы не были так измучены. С другой стороны, чем дальше, тем интереснее, тем больше крутятся денежки, тем важнее победа каждой команды. На данный момент команда E-Home обыгрывает Team Secret со счетом 1-0 в противостоянии Best of 3 Team Secret в роли аутсайдера на данный момент. Надо догонять, обгонять. Если они хотят выйти дальше по сетке Венеров, они хотят, могут в Лузера отправляться. Там тоже нормальный путь, там тоже нормальные команды их ждут. Сегодня, сразу после матча Team Secret и E-Home, когда это противостояние Best of 3 закончится, мы начинаем трансляцию матча Empire против MVP Phoenix, которые по плану должны были начаться 1 час 18 минут назад. Империя против Phoenix должна была начаться именно в это время, а в 3.30 Клауда должны были играть против Vichy Gaming. Какое хренам собачьим расписание? Забудьте об этом. International 2015 года. Самые большие деньги призовых и самый неадекватный абсолютно вопрос техники, вопрос соблюдения графиков. Вообще полный хлам случился со всем, что касается организации. Удивительно, конечно. Зато сцену забабахали просто великолепную. И команды рубятся в такой крутой арене. То у них интернет отвалится, то звук пропадет, то еще какая-нибудь ерунда случится. Команда E-Home забирает себе Гирокоптера, забирает себе Дарксира, Рубика и Темплар Ассасин. Со стороны команды Secret, Shadowfint, Antimag, Dazzle и Witch Doctor. Неужели Артизия опять пустят на мид? Он очень классно начал прошлый матч. До середины игры прям великолепно смотрелся. Где-то до 12 тысяч Нетворца. А потом остановился. И потом уже команда E-Home начала отжигать. И там Гирокоптер расформился. И в этот раз E-Home забирает Гирокоптера. И Дарксир в их пике, и Темплар Ассасин в их пике. А Дарксир против Antimag, это знаете ли, ого-го, как хорошо. Antimag не так просто будет формить, если будет... Сыр поставлен именно на линию с Аэмом. А по-моему, так и будет. Сыр будет на линии с Аэмом. Или хотя бы стремится к этому. Чтобы Antimag, бедненький, все время терпел. Да, не очень, конечно, колится Antimag у этот Аэншилл. Благодаря, естественно, спелшилду от Аэма. Но остается фактом. Милишные керри против Дарксира стоят не очень. Это факт. Милишные керри, как говорил Бород. Милишные керри стоят против Antimag. Хорошо, не очень. Вот оно. 33 секунды на бан, и Team Secret банит Бэйна. А нужен ли он был команде Яхум? Пока непонятно. Брудмазер отлетает в бан команды Яхум, и Undying никем не пикнут. Так, сейчас самое время, наверное, с Секретом забрать себе Undying на сложную линию. Shadowfiend Midlane S4. Я думаю, артисты это Antimag. И берите себе Undying на сложную. Почему бы и нет? Night Stalker, Templar, Крубик. Будет чем сбивать, в принципе, и Фракшн той же Templar'ке. Мумии это могут делать. Делают часто. Ну, мне кажется, что Undying мог бы зайти по данному пику для команды Секрет. Представляете, если бы еще и Тамбу можно было в Шалу Грейв отправлять. Посмотрим, у Фрэнера в любом случае нет. Не будем забывать, в принципе, что там скилловой парень зай, поэтому брать ему можно кого угодно, не обязательно по конкретной мете героя. Брать, кстати, Night Stalker не частый гость. Вообще, ну, здесь он будет саппортом, разумеется. Но это саппорт с хорошим потенциалом. На лейту. 10 секунд у Team Secret. S4 задумался. Пупей тоже, наверное, задумался. И ничего толком S4 подсказать не может. 2 секунды. Undying, не Undying, Undying, не Undying, не Undying Axe. Ихоумы забрали себе Гирокоптера, Дарксира, Рубика, Темплар Ассасин и Найт Сталкер. Со стороны команды Secret. Shadow Fiend, Antimag, Dazzle, Witch Doctor и Axe в пике. Вот по поводу Axe, конечно... Небольшие вопросы у меня имеются. А кому же Axe будет жизнь портить здесь? А если Сыра поставят против Axe, то как Axe будет фармить? Видимо, хотят растянуть Дарксира между двумя лайнами. То есть не выфармливает Axe, выфармливает Antimag. Как-то так, что ли? Пожалуй, что и так может быть. Кто поймет этих профессиональных дотеров? 10 секунд у нас. 5 секунд у нас. Ну всё, пожелаем удачи. Команде Secret по такому пику, мне кажется, она понадобится. Antimag это очень хорошо и это круто. Antimag с седым пучком волос. Тоже неплохо на затылке. Ну и АМ нелёгкую задачу перед собой имеет. Во-первых, это Гирокоптер. Во-вторых, это Темпларка. Темплар Ассасин, но очень дамажащий герой. И сетевая отыгрывает просто великолепно. Шторм Спирит от него знатно получился. Я думаю, с Темплар Ассасин ситуация примерно такая же будет. Если, опять же, не законтряд. Зай на Аксе. Вместе с Артизи пока непонятно, куда отправляют Триплу, а куда отправится Соло-герой. Если вообще Зай, кстати, не в паре пойдёт с Пупеем на Дазле. Вспомните, эта комбинация очень даже супер-пупер-дамажащая. Акс плюс Дазл. Это вот сюда дорога. Вот на этот участок. И на этом участке Акс спокойненько себе всё выфармливает. Под Шадоу Вейвом от Дазла. Сам крутится, убивает плюс Шадоу Вейв. Постоянно хилит Акса и дамажит крипов. И крипы просто рассыпаются. И стой, бедненький Вайджей под Тавером. Пытайся перефармливать Вышку. Это непросто. Я вам точно говорю, это непросто. Терпел я от таких Аксов и Дазлов. Так, ну и Вайджей уже у нас под Баттлхангером. Акс прокачал его, поэтому Контр Хеликса не будет на ранних ловелах. ДДС пытается поймать. Стопят его Зай, ДДС здесь убрали. Все, ДДС отваливается. Кура забирает первый фраг. И команда Сикрет начинает со счета. Со счета 1-0. И гляньте, кто по пятам Зай идет. Идет Пупей. Ох, Сикретов трухануло-то, да? Такие имбовые комбинации. Вы бы еще Тинни плюс Техника брали. Бросали друг друга. Или, не знаю, Тинни плюс Кентавр. Я себя брошу, ты его застопишь. Я подбегу, дам на него камни. А ты его разрежешь. Давай. Я видел это 100% имба. Давай работай. Странно, конечно. Ну, понятно, что тут огромные деньги крутятся. И победа в этом матче на секундочку 500к стоит. Тут долларов. Ребята, долларов. Поэтому, не конкретно в этом матче. Конкретно в противостоянии Best of 3. Кто выигрывает данную катку, минимум восьмой, если не ошибаюсь, получает. И это 700 тысяч долларов. Приз уже. На данный момент обе команды имеют 200 тысяч долларов в своем активе. Зай возвращает назад. Зай нет контр-хеликса, поэтому его просто ходят и пинают. Пупей пытается отхилить Зай. Пока что неплохо все получается. Ну, тут купей тогда подстрелить. Не твой друг, так ты. Ой, отвалился Ланэм. Или кто-то. Ланэм просто стоит по таврам. Что случилось? Ребята, что такое? Все, вроде пришли в себя. Ланэм стоит прямо под таврам. Пара ударов получит. Зай должен его еще и поджечь. А ну-ка, Зай. Мне просто интересно, фэйрплей, есть ли такое вообще понимание для Зая. Сейчас глянем. Баттлхангер, наверное, сразу же на Ланэма. Какой там вообще фэйрплей? Нет, не поджигает Ланэма, а убил бы. Убил бы Ланэма 49 хп, но не поджег. Ой, красавчик. Ой, красавчик. Просто молочага. Ланэм этого и не оценил. Надо было сжечь. Вот тогда бы сразу заметил. Контр-Хеликс от Зай еще не прокачан. Как будет, так тогда, конечно, линия более-менее нормализуется. Ну, Пупея забрали игроки команды Яхум. Счет становится 1-1. Все, Зай приобрел себе второй левел. Получил, точнее, Контр-Хеликс прокачал. Да, без всякого здесь. Рутикей изгнали со сложной линии. У него есть рецепт на Солринг. Пока что денег на сам Солринг не хватает. Сетивай. 9 на 3 счет. У него есть батла. Ну, и пока что больше ничего. Как там живет Сфо? Сфо на Шадоу Финде 9 на 1. И Ди-Ди-Си. Варды всякие, всякая полезность. Чтобы было видно, где Сфо. Чтобы было видно, куда дамажить. И Зай, неужели в лес отправляется? Ух, Зая загнали. Ну да, выходит, что Зай отправляется в лес. Акс пока в Соло стоит. Да, был отводы или как это называется? Баттлхангер был проюзан? Я так и не понял. Нет, а что? Как? Что случилось, Займ? Что произошло? Его вдруг резко... У него резко вдруг в компьютер просочился вирус плохой игры. Странненько. Ну, Артизия в это время 16 на 5. Темплар Ассасин 14 на 8. И как же меня бесит то, что происходит уже целый долбанный вечер ночи. Будет происходить до самого утра. Что, черт возьми, творится? И это же все люди смотрят. Это хрен со мной. Я один и у нас тут немного. Но это же смотрит по всему миру. Там несколько сотен тысяч человек. Что вы творите вообще? Они после вчерашнего дня обещали все пофиксить. И посмотрите, какая хренатень происходит. Ох, как же я горю. Кто бы знал бы вообще. Ох, как же я горю. 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 Ну и зай отправляется в собственный лес. Ох, как же я горю. Кто такие вообще. Кто о них разговаривал вслух и говорил, что команда в порядке. Там когда была вся эта возня между ВП и Эмпайром за выход империев в сетку венеров. Ихоумов. 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 Теперь надо просто катапульты. Ихоумов. Не удалось. Странная. Странная ситуация. То, о чем я, кстати, говорил. Против 31-13. Ихоумов. 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 Какие-то все не смешно даже смотрится. Ну, в целом, вещь, конечно, веселая. Артизи появляется в Power Threads. Ring of Hells у него есть. Есть Stout Shield и Quelling Wave. Будет собираться антимаг в Battle Fury. Ну и все. Артизи просто не может близко подойти в это время. Разваливают SF. Давайте смотреть. Там, я думаю, с ним очень жестко обошлись. Выходит YJ. Кулдаун у него готов. Хотя кулдаун здесь юзать не пришлось. Просто через Rocket Barrage. 3-3 становится счет. Ихоумы снова выходят постепенно вперед. Семьсот практически голды. Поимели с мидлейнера команды Ихоум. Ой, с команды Secret. А здесь еще и Dazzler разобрали. Пока мы смотрели, как разбираются с SF. Команда Ихоум просто давит своих оппонентов. Ротикей понял, что вообще надо его коллективу. Какие есть слабые, какие сильные стороны. Есть за Куру. Дальше выход. Ротикей ловит здесь Куру. Каски тут очень долго друг с другом будут, конечно, делить. Трэп еще и под ноги. И Артизи прилетает за Ротикей. Ну, касками Куру себе жизнь, конечно, подлатал. Артизи лохэпэшный. И Артизи неужели убьют его? Поднимает Артизи. Артизи в шалу гривее. Надо упрыгивать отсюда через секунду. Аж через секунду будет блин. Артизи сразу тэп-аут. 20 секунд. Ой, 20 секунд. 20 КП всего лишь у него. Убивают в это время Сикреты Найт Сталкера. Ну и поймали DDC. SF4 дальше за DDC. Дальний Койл у SF4 есть через секунду. Не юзает даже его. И минус 2 делает команда Сикреты. Вот это да. Вот это хорошо уже для Сикрета случилось. С полторы до тысячи Ехоумы падают. И по экспириенсу Сикреты в топе. 2500. Ой, 250. Почти 2500. Только 250. За SF4 выехали. Поднимают DDC. Поднимает у нас SF4 DDC. И просто под пулдауном сгнил здесь. SF4 вариантов вообще никаких не было. На голову все, что можно было насыпать, насыпали. Плюс Айншелл его поджигал плотно. И уходит отсюда и хилится Ротикея в итоге. Заработал себе уже денег на Хедреску. Скоро появится Мека такими темпами. Ну и Сир. Нормально по фарму идет. Топ 5 он. На четвертом месте Артизи. На Антимаге дальше Сити Вай. Дальше Вай Джей. И С4 на первом месте. Но С4 уже два раза умер. Иллюзия. Как же странно бегает Темпларка. На удивление. Так, у Кура уже есть урна в Шадоу. Здесь у Найт Сталкера. Где-то близко. Да, тоже готова урна. Ну где-то на одном уровне. Ланэма и Кура так и есть. Здесь 1970. Здесь две. Они даже стоят на одной и той же линии. Поэтому и собираются одинаково. Так, Акс, Акс, Акс. Где-то там орал. Это Зай орал на крипов команды Ехом. В их же лесу причем. И уходит отсюда Акс. Сразу Тэп Аут. У него готовы Транклил Буцы. У него есть 1000 голды. На руках будет собирать себе Даггер. Линию сложную отдали. Артизи фармить. У него уже есть Персеверанс. 800 практически. На руках есть у Артизи. Ну и еще. 1800 до появления Баттлфьюри. Как там в это время Темпларка поживает? 1500 у Темплар. На руках ПТ есть. Аквила есть. Баттл есть. Глянем. Если команда Ехом будет и дальше давить. По фарму и по всему, по всему. То сетевой может и в Дизоль, например, пойти. Если рано разбираться с антимагом такими вот методами, то это очень даже неплохо. Митрилхаммер появляется у Сетевая. Скорее всего, будет Дизолятор. Сейчас Дизоляторы тем более подешевели. Денег на рецепт на 400 меньше надо тратить. Поэтому все достаточно удобно. Так, и Темпларка не убивает Тавр в итоге. Сетев за Дунайлову и Сетевая бежать отсюда. Артизи прилетает. Ульта пошла от Вай Джея. Но Зая здесь не боец на данный момент. Удаун уже потратили. Сетевая готов дамажить СФО, как я понимаю. Развалили в это время очень быстро Найт Стайлкера. Полетели Каски. Отличная Воллов реплика от команды Ехом. Артизи запрыгивает и бьет Вай Джея. Артизи улетает отсюда. В это время очень быстро с Аксом разобрались игроки команды Ехом. Кура заходит. Кура одного будут загонять здесь. У Кура Каски через одну секунду. Успеет ли его поднять ДДСи? Должен. Если сейчас поднимет, то Кура умрет еще до того. Когда Скаски так и случилось. ДВС поднимает у нас Кура. И минус 2 от команды Ехоу. Гирокоптер. 800 голды после барабанов. Есть у него фейсбутцы. Есть ринг оф аквила. Артизи 1600 на руках. Артизи не умирает. Но тут вообще надо потеть Артизи больше всех. Если он не выформит, то кто выформит? Акс пока несчастно смотрится. СФ тоже не... Хороший, конечно, топ-нетворст на карте, но... По файтам СФО как-то не блещет. 3-2-1 счет. Ну и Сити Вайн наступает на пятки СФ. У такого не должно быть в принципе. Темпларка фармит не так хорошо, как это делает СФ. Никто, кроме СФ, они фармит так хорошо, как это делает СФ. Только СФ фармит так хорошо, как фармит СФ. А тут Темплар фармит практически так же. Разница всего ничего тут 100 голды. Ну и Вайджей тоже наступает уже на пятки СФ. Ну... У команды Сикрет проблемы, мне кажется. Проблемы. Если такую динамику берет Герокоптер по фарму, как-то делает СФ на ранних лвелах, на ранних минутах, то дальше Герокоптер будет фармить жестче. Когда появятся артефакты на дэмэдж, Вайджей будет просто моментально сносить всех через флэккэнон. Ну и 5-0 счет у него. Почему бы не появиться артефактам на дэмэдж? А здесь вообще просто команда Сикрет гуляет во вражеском лесу. Кулдаун ни по кому не попадает. Пупея должны ловить. Пупея поднимают. И Пупея до приземления еще развалился. Рубик зарабатывает этот фраг через фейтболт. Дидиси забирает Пупея. 6-8 становится счет. Так, где так антимакта огреб? Еще один удар Артизи на 30 хп от сетевая ушел. Это он еще без дезолятора. Вот, кстати, отсутствие дезолятора вот этот вопрос и решило. Никуда Эм бы не ушел отсюда, будет дезоль здесь. У сетевая уже есть деньги на втором метрилхаме. Это же не будет Блэкинг Барретт, а будет дезоль. Сетевай, как там с шарами? Да, это будет дезоль, отвечает мне. Сетевай. Можешь впредь не беспокоиться. Ну что, в это время на нижнем лане у нас файт. С4 в очередной раз оказывается на лоу хп. Гирокоптер просто понял, что С4 бесится и ушел. Хорошо, говорит, окей, окей, окей. Все, я вижу, я вижу, что ты дикий. Я к тебе не лезу. Я с ФО стал за куст. Иди сюда, сюда иди. Так, стяжка пошла у нас от Ротикея. Ротикею теперь надо бежать от Зая. И у Зая, кстати, через вот секунду будет готов даггер. Давайте пробежимся по артефактам. 15,5 минут сыграно. Здесь ничего интересного. Озвучивать не буду. Всякая ерунда, которую гирокоптером собирают. У Рубика Арканбутсы есть, у Тэмпларки есть изолятор. И она убивает антимага. Охо-хо-хо-хо. Давайте смотреть. Это надо, я думаю, наблюдать. Идет себе Артизи, прогуливается. Сейчас я нафармлю себе на Баттл Фьюри. Сейчас все будет великолепно. Будет Сайленс. Удар из МЛДА. Один, второй. Лопается Артизи. Лопается. Вот это дэмэджа напихали в него, конечно. Рубика потеряли их умы, но... Артизи очень быстро развалили. Прям невероятно. И Сетивай уже отправляется на Роху в этот момент. Удар из МЛДА. Дальше удар через Рефракшн. Два, три, четыре. И Сетивай в Солон забирает Рошана. Ланэм, отойди. Отойди, отойди, отойди. Я тоже хочу получить экспириенс. Мэндл Левел. Окей, полторы тысячи у Тэмплара Ассасин. Сейчас будет Даггер. И беда какая-то начнется. Мне кажется, для команды Секрет. Да, Юховы просто давят. 8500 у Сетивай. 7700 у Вайджа. И С4 уже на третьем месте. Дезварт пошел от Кура. Кура под Салом. Ланэм просто напиливает Куроки. И по двоим здесь кулдаун попадает. Акс тоже отправляется в Савер. Но С4 пытаются поймать. С4 ловит Сайленс. И С4 третьим отправляется в Таверну. Минус 3 от команды Юхов. А здесь Тэмпларка бежит разбирать Артизи. Или чем она там пытается занимать. Да ничем. Она просто будет брать и пушить в сторону. По итогам этого файта 1300 голды Юховы. 2400 экспириенс. Юховы просто наказывают Секретов. Вот таких вот прям 100% лидеров этого турнира. Блин, ну просто удивительный, конечно. Ивент этот, пятый Интернешнл. Облажались все, кто вообще ставил прогнозы. Абсолютно все. Я еще раз повторяюсь. Все. Я первый был, кто там облаживался. Есть такое слово, да? Короче говоря, был склонен к тому, чтобы облажаться. Судьба, я в мелде встал, отошел. В мелду встал, опять отошел. 7000 Юховы по золоту, 7500 даже Юховы по золоту. И по экспириенсу 7 в их пользу. Это Team Secret, это Пупей, это Сфой, это Кура, это Артизия, это Зай. Это все, на кого, не знаю, комьюнити всех стран молятся. Говорят, что это прям, ох, это такая дота, это такие игроки. Они 100% такие, так и есть. Они по рукам. Не знаю, но топовый коллектив. Они такие скилловые, крутые. У них опыт огромнейший за плечами. Каждый из этой команды где-то участвовал в топ-коллективах. Некоторые выигрывали International из них. Некоторые финалистами были трижды. Один тоже выигрывали. Короче говоря, тут супер коллектив, супер тима. И на тебе, Юховы, как с ними разбираются. Тоже, кстати, организация является финалистом первого International. Но это как было давно. Это не те люди совершенно. Сейчас играют. Ротикей тоже финалист International, но прошлого. Капитан команды Вичи Гейминг. Как Сяо Эйд из Ньюги ушел в LGD. LGD Жгуб. Так, Ротикей из Вичи Гейминг ушел. И... ВГ с треском Ели-Ели Нави обыграли в сетке лузеров там за вылет из турнира. А команда новая Ротикей, команда Ехоум, вот наказывает секретов главного фаворита. Ребята говорят, интересно будет посмотреть игру Ехоумов против команды Evil Geniuses. Скажите, пожалуйста, а Evil Geniuses против Secret вам неинтересно было бы посмотреть? Предварительный такой вот гранд-финал, который все пророчили этому Инту. Мы его, я так понимаю, исключаем, видимо. Судя по тому, что делают Ехоумы, а делают они доту. Качественную, интересную. Ланэм бежит в первый, этот саппорт, Найт Сталкер. Просто мочит. Ланэм на С4. Оттягивает назад С4 под кулдаун Омона. С4 подшел Грейвон. Дезвард пошел от Кура. Ланэм развалился, С4 скорее всего тоже здесь умрет. Зайлоу хэпэшный на Зая, она стреливает в Айджей. Зая выхиливают. Это 2 в 1, это дорого для секретов. Это секреты подрались. Ой-ой-ой, как круто. Да, 2 саппортов, конечно, но секреты проигрывали по голде. Поэтому сейчас для них 1300, 1220 по голде. 2400 по экспириенсу. Ну и немножко, 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 но все-таки отыгрались. Где там в это время антимаг? Это же антимаг от Артизи. Продолжает там линии пушить, пока в файтах не участвует. Толком не умирает. Артизи один раз только погиб. У Секретов есть варианты для камбэка, на самом деле. Причем варианты очень крутые. Гирокоптер для всей команды гроза, конечно. Пострашнее даже, чем антимаг для команды Е-Хоу. Но вот для гирокоптера страшнее, чем антимаг, я даже сложно представить героя. Через Рокет Бараж, конечно, флевать абсолютно Артизи, все, что в него будет вливаться. Благодаря спеллшилду, естественно, он класть хотел на Рокет Бараж. А в соло антимаг, по-моему, гирокоптеру вблизи лицо разрывает 100%. Пошел Артизи выфармливать чужих крипов. Какой красавчик. Ротикей ждет здесь Артизи. Артизи будут ловить. Ланэ. Стяжка. Сайленс. Жадноватый оказался немножко Артизи. А Вэйджей просто подобивался. Это антимаг был для гирокоптера. 6-0-7 идет Вэйджей. Ох, вот это офигеть Артизи подставился. Решил он рисковал. И тут на тебе солью взад из двух стволки. Как дал гирокоптер. Артизи сидеть не сможет минут 40 еще. У Зая уже есть форстап. Давайте, кстати, модный приговор организуем. Что по вещам определимся. 1600 есть у Дазла. Фей пока ничего не приобретал. Глиммеркейп, наверное, или что-нибудь такое. Зайблинг, Даггер, Форстап, Транфилл Бутсы. У Шадоффинда. У ТС-4 есть Мека. Ботов Уверклаб, ПТ, Рингуфаквила. И Трикан на руках. У Кура 1500 на руках. Это самое интересное, что есть у Кура. Антимаг Бентфелленд Скин в Курьере ничего для антимага. Кобальт Бригадир пошел стакать крипов. Вот это да. Мне так нравится, когда такие нелепые ребята идут. Просто пимп Май Райт. Чувак, прокачай мои стаки. О-о-о-о-о, камни за мной. Я-я-я, Махомис. Просто супер из какого-то, не знаю, своих клипа. Каких-то полусмешных хип-хоп исполнителей. Слэйбла Блэк Стар. Ну и команда Сикрет проигрывает по голде 7500, по экспириенсу 7500. Ну и давайте по артефактам коллектива Ехоум. 1600 есть у Ротикея на руках Мека. Имеется Аркан Буцит тоже имеется. Наверное, Даггер. Тут команда Ехоум должна врываться. И Ротикею цеплят тоже придется. Рубик тоже нуждается в Даггере. У DDC есть Аркан Буцит. Есть Брасер. Пока больше ничего. Темплар Ассасин с Даггером. Есть Яша у Сетивая. Есть у него Дезолят. Короче говоря, все круто. И полтора Ка еще на руках у Сетивая. Саша Яша или Монто Стайл? Наверное, все-таки Монто Стайл при наличии Дезолятора. Это очень даже полезно. Сетивая прыгает здесь на Зая плюс Артизи. Зай на 17 и ХП уходит. Сетивая без маны. Из Мелда удар в Артизи. Ох, как больно Артизи. Просто удар из Мелда. И Артизи в панике должен отсюда бежать. Стяжка не попадает. По Артизи убегает Акс. Ой-ой-ой. Разорвало просто чуть-чуть на куски. Антимага 770 голды заработали с Секреты. Но как это было опасно? Темпларка не ту цель выбрала. Надо сразу было приговорить антимага. Потом надо было бежать бить Акса. Никуда Акс не делся бы. У него на дагере, не знаю, кулдаун сколько? 20 секунд. 12. Отпрыгнуть куда-то далеко дальше одного прыжка не смог бы. Темплара его нашла бы. Ну и так, продолжаем. Пашматью, Дарксир. Скоро уже будет даггер. Ну или должен быть, по крайней мере. Ну это по моему мнению. Найт сталкером. Есть хедресс, есть базилка. Владмер имеется. Осталось. Накопить 450 до Мордип маск. И все равно в плюсе ее хумы по золоту. Даже несмотря на то, что потеряли только что Найт сталкера. Ехоума 8К и экспириенс та же история абсолютно. И сейчас у команды Ехоума будет крутой вижн, когда вот это вот превратится в синий посох. Команды Сикрет тут такие. На более под сейв. Артефакты. Видят линию здесь. И видят линию здесь. Посмотрите, какой маленький обзор Варда ночью. Конкретно под Даркнесс. Все тут полуслепые просто бегают. Сетевая 4600 уже на руках. В принципе, мант оставил. Это не проблема. Но он, скорее всего, будет оставлять себе. Обычную Яшу. И, например, одним кликом. Как купит Дайдалус. Или несколькими там с контролем курицы. Так, СФО. Ловят стяжка на СФО. Поднимают его ротики здесь. А Сетевая еще не подходила к СФО. Просто не получилось Сетевая добраться. Пытался тут, кстати, через Псиблейд и СФО развалить. Но у него хейст есть. Странно, почему не дождались Сетевая. Без него не вариант был вообще убить. Так, Сетевая себе приобрел. Да и Далус. Вот он, пожалуйста. Один клик и... И у Сетевая уже есть. Прекрасный артефакт. Который по Рошану по 825 уже криты. Пулевает. Для Шадоу Финда это пару раз. Встрять в такое. Для Викджи Доктора вообще один раз. Для Дазла пол раза. То Рошана дефа, извините меня, миллион. Стройного. А у Дазла беда полнейшая. И Аегис тоже падает для команды Ехоум. Сетевай за Тарин круто. Правда, вот это превращаешь в Антостайл. И просто чокнутая Темпларка. 28 минут сыграно. Ехоума впереди более чем 7,5 по золоту и также по экспириенсу. Где в это время Антимаг? Артизи в это время, кстати, на бомжа немножко похож. У него 12700. Ну, наверное, на фоне Темпларки. 12700 общий Нетворс. У Артизи есть Бэтлфьюри, есть Владмир, есть Яша и ПТ. Антимаг чуть не вывалился из деревьев. У Мантостайла до сих пор нету Аэма. На 29-й минуте у Аэма нет Мантостайла. Ребята, это трабл. Это полный трабл и легче всего будет понять вот так. У него ГПМ 470. 600 у Сетевая и 470 у Артизи. Антимаг пошел срезать крипов пачками. Пингуют по нему. И Аэм, что ли, здесь оставаться будет? Или вражеский лес пойдет? Радиент структуры формираем. Формит Аэм, 2-300 на руках. Алтимейтор вместо Ставт Шелда. Нет, чужие... Чужие Эншенты. А в это время Тавер от команды... Тавер команды Сикрет падает по мидлейну. Артизи за курьером. Прыгай, 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 прыгай. Оно того стоит. Курьера туда-сюда вводят игроки команды Ехоу. Ну и Артизи продолжает здесь наваливать спокойненько по крипам. Не дает линиям допушиваться до хайграунда. В это время команда Сикрет начинает пушить по нижней линии. Дарк Сир в это время Пупе разваливает. Где-то все случилось. Так, файт пошел на центральной линии. Смогут загонять БКБ от С4. Его просто не отпускают. И Хоум его разваливает. Есть Аэго. Если что, Сетевая. Ультануть у него не получается. Забирают Даззл, забирают С4. И это 730 голды в плюс команда Ехоум. И они идут на хайграунд. Эджис есть для Темплар Ассасин. В принципе, сейчас можно Манта Стайл приобрести. Уайджей уже. Собрал себе Баттерфляй. Чем Антимак его будет бить, пока непонятно. Ультимейт Орб есть для Артизи. В принципе, готовая Манта Стайл. Но этого мало. Это очень мало. Смотрим на Этворс. 18 здесь и 13500 здесь. Ну и Гирокоптер перефармливает Антимага. При том, что Артизи в файтах почти не участвовал. Две смерти, два ассиста. А у Айджея 6-0-8. Он в 14 фрагах участвовал. В 14 из 16. Антимаг в 4 из 11. Чуть-чуть разные понятия. Ну, у Гирокоптера попроще ситуация для фарма. Ему надо просто все время где-то быть в стороне. Где-то приобретать себе пространство для фарма. Получать его. А, это патроны. Я думал, все, что у Гирокоптера там нарисовано. Думал, компиндиум тащит. Тогда все понятно. Артизи отдает блин к ДДС. Теперь Даггер плюс блин плюс Даггер Аут. ДДС все теперь может себе позволить. Ну, не получилось здесь, кстати, нормально с Артизи разобраться. Его пытаются застопить. Здесь Ланэм. Видит Зая. Зай под слоу. Друзья, Антимага. Перед Вайджея. Перед Сити Вая. У Зая. Вариант на то, чтобы отпрыгнуть. Нет. За СФО. Побежал Сити Вай. СФО у нас разултился под шалу Грейвом. Он, конечно, не жилец, но пока что бьет очень даже неплохо. Ой, какой неудачный от Ротики Волов Реплика. Просто никчемный Волов Реплика получился. Сити Вай за Дазлом и за СФО. Еще один удар. Минус СФО, минус Сити Вай. Минус три делает команда ЕХОМ. И это драматичная музыка. Означает, мне кажется, только одно. Команда ЕХОМ, по идее, проходит дальше по сетке Венеров. И будет играть против команды Evil Geniuses. ЕХОМ, Evil Geniuses. Ну, такое себе противостояние. Естественно, Сикреты там были гораздо интереснее. А если Сикреты падают вниз, какая же халява для Сикретов наказать команду IG? Или наоборот? Для команды IG какая халява пройти, наказав Сикрета? Типа... Да вообще все. Тоже у меня команда. Чемпионы чемпионы... Что они выигрывали, чемпионы? Ну, это Чуань так говорит. Он по-русски научился говорить. И у него, как... Недостаток его языка, вот такой... Сбуратский акцент появился. Что они выигрывали? Команда Сикрета, конечно, удивляет в данном случае. 15к по галде. ЕХОМ выигрывает. И 15к по экспириенсу. Да, Пупей, Дай Сфо, Дар Тизи. Что-то явно пошло не так. Есть, в принципе, камбэковые персонажи, но у него не тот затар. Ар Тизи по галде проседает. Он должен перефармливать... Темпларку он должен перефармливать. Гирокоптера, но он не проигрывает и одному, и второму. 3000 на руках у АйДжей, а у Темплара Ассасин. Я думаю, вы видели, что появилось. Появляется Манки Кинг Бар на случай, если кто-то тут захочет шалить. С Баттерфляями. Тизи лучше бы понять это изначально. И не собирать Баттерфляй. Он тут просто ни к чему. МКБ у гирокоптера тоже появится достаточно скоро. Тизи надо Тараска, мне кажется. Или Башер, или Тараска. Но что-то из этого разряда. Анти-мейдж. 3 500. И убежал опять в кусты. Надо лететь вниз, здесь внизу. А, здесь неудобный фарм внизу, там линии уже нет. Сетивай в это время С4 разбирает. Не успевает даже близко подойти к нему Пупей. Где вообще Пупей? Пупей далековато, был на собственном хайграунде. Артизи начинает филить Сетивай. Агрит всех на себя зай. Это, кстати, крутотень была только что. Артизи дальше за Рубиком? Да ладно. Ой, как хорошо Ротикей тоже будет резать. Вайджей приходит здесь, начинает филить Артизи. Все, Артизи говорит, я понял, я понял. Все, не психуйте. Я понял. Дезвард от Куру просто на фул по Вайджею. Ох, ох, ох. Артизи просто, если сейчас Вайджея убивает, это миллионер Артизи. Нет, БКБ от Вайджея. БКБ, Гадлайк от Вайджея. И он не позволил с тобой так поступить. Минус 4 от команды Ехоум. Вайджея здесь просто зарешал. Байбэк от Артизи. Как же много денег мог заработать коллектив Сикрет и конкретно Артизи. Как много денег мог поднять в этом файте. Он покупает Башер. Если бы он сейчас убил Гирокоптера, если бы Гирокоптер завтыкал хоть на секунду, там просто в сопле вообще команда Сикрет вынесла бы Ехоум. Но этого не случилось. Справедливость какая-никакая есть. Есть антимаг и так убил Темпларку. И так тебе достаточно. Ну и кстати, вот просто респектуля, что творит Зай. Зай врывается, агрит на себя, уходит в Гирокоптер и стоит как смотрят чуваки на него и не бьют. Зай понимает, что ворваться и через Берсеркер кол начать бить, начать кричать на людей, чтобы они тебя били. Это даже для Акса неприятность по данной ситуации. Они его просто разорвут даже плюс 40 дополнительной брони. Плевать абсолютно. Темпларка его сгноит своими критами, МКБшкой. Тут огромнейшее количество дэмэджа. Посмотрите, 300... 360. Плюс крит где-то пройдет. Какой там нафиг деф? Акс понял, что надо делать. Зай просто умница в данном вопросе. Ну стараются Сикреты. Да есть варианты закомбетчить на самом деле. Есть варианты. Еще пара таких удачных врывов. Где-то получится дорезать Гирокоптера. И в принципе все. МКБ надо тарить антимагу. Если он хочет с Гирокоптером драться на равных или с Темпларкой. Ну Темпларка не суть как важна. А вот Гирокоптеру как раз... Гирокоптера убить и не получилось. Потому что там миссы были от Артизи. Нижний лайн Сикреты потеряли. Антимаг продолжает фармить. Он по фарму отстает на 4К от Гирокоптера. И на 5К от Темпларки. Но фармит очень быстро антимаг. Все это растет. Антимаг поворот не туда. Выталкивает его Зай. Вот это молодцом. А какой же Зай крутой. Это просто не обсуждается. Зай просто эпичный вообще в этом моменте. И в предыдущем моменте. Так. Геосептер ушел на Зай. В это время Артизи разобрали. 100 секунд его не будет. Но Зай крутой. Зай крутой. Тут не поспоришь. СФО. Разваливается. Лоу хпшный Кура. Скорее всего Рубик его сейчас заберет. Бион Гадлайк от команды Ехом. Конкретно на Гирокоптере. Ну не вытащил. Не выдержала душа поэта. Команда Сигверд здесь перебидела. И перебидела в худших своих проявлениях. То есть Артизи. Которому ни в коем случае нельзя было умирать. Который был единственной надеждой на лейтгейм. И на то, чтобы затерпеть, затерпеть. И в итоге развалить. Но Артизи взял и пошел отдался на медлейн. Я даже не смотрел этот момент. И не стал перематывать. По-моему он там был слегка немножко чуть-чуть полностью абсолютно убогим. Все друзья. Небольшой перерыв. У нас следующий матч. Команда Эмпайр играет против коллектива MVP HotSix или Phoenix. По-моему HotSix слетели, да? Против MVP Phoenix, конечно же. Сейчас на часах в Киеве и в Москве 3.07. Матч должен был по расписанию начаться. В час. Ну вот 3.07 где-то к половине четвертого должны начать. Два с половиной часа тоже мне смещение. Бывало и похуже. Команда Secret проигрывает тиму E-Home и падает вниз на IG. И команде Virtus.pro. Если получится выиграть у Complexity, играть вот либо с IG, либо с Secret'ами. Пока что ВПМ завтра, точнее, ну как завтра, уже через 17 часов игра против команды Complexity. Эмпайр и Клаудат играют сегодня. Это второй раунд нижней сетки. Все. Эмпайр, MVP Phoenix через, думаю, в принципе, считанные минуты. 10 это максимум, пока они там пересядут. И услышимся уже на этом матче. Матче сегодняшнего игрового дня. Не переключайтесь до связи. Продолжение следует...